Итак, всем доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Илюка, сделала кофе? Доброе утро, дорогие друзья, всем шалом, привет, бонжур, хеллоу, значит, все. И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И сегодня у нас как раз четвертая глава, мы находимся в четвертой главе. И с Божьей помощью сейчас мы ее будем дальше изучать. Был у нас такой длинный, интересный урок в прошлый раз про царя Давида. Это ключевая фигура, можно сказать, да, то есть были праотцы Авраам, Искак и Яков, потом были Йосеф. Ключевая фигура, да, Йосеф, это он был премьер-министр в Египте. И евреи, когда спустились в Египет, его семья, он как бы подготовил основу для этого. Потом были Машер-Абейну и его брат Аарон, ключевые фигуры. Это был выход из Египта, исход из Египта. Машер-Абейну, Аарон, его брат, они вывели еврейский народ и получили Тору. Потом 40 лет было получение Торы. Потом евреи зашли в землю Израиля. И следующая ключевая фигура, прям ключевой такой персонаж, это был царь Давид и потом царь Соломон. И уже после них остальные уже все были по уровню меньше, чем они. То есть это вот когда самых таких получается, кто у нас есть? Авраам, Ицкак, Яков, 3, Йосеф, 4, Машер-Абейну и Аарон, 5, 6 и царь Давид, 7. Это считается 7 столпов таких еврейского народа, 7 основы еврейского народа и остальных уже все чуть уровнем поменьше. Да, Сахар-Табросла, да? Отлично, все. Раз Виктория Гончар с нами, можно начинать. Итак, значит, четвертая глава, на третьей главе мы остановились, четвертая глава, у нас сейчас четвертый отрывок. Четвертая глава, четвертый отрывок. И говорит нам царь Соломон, Сейчас мы разберемся, какие тут нюансы. В каждом слове есть нюанс, что оно значит. Вот в иудаизме, например, в иврике, да, в святом языке, очень много слов, обозначающих процесс обучения, мудрость, там, нюансы мышления, нюансы задавания вопросов. Есть 30 разных типов вопросов в Талмуде, 30 разных типов, с какой стороны, то есть идет постоянное такая, как сказать, логическое постижение реальности, попытка понять очень глубоко, что вообще кроется за внешней сутью вещей. Вот Эдуард Алинский, шалом, это очень отлично, что он присоединился, сейчас получит мудрость Торы от царя Соломона в моей интерпретации, и станет еще сильнее, мощнее и умнее, естественно. Итак, значит, четвертый, четвертый отрывок. Сказал царь Соломон, в Айорене, и учил меня мой папа, имеется в виду, в Айомарли, и говорил мне. Видите, не просто говорил мне мой папа, и учил меня мой папа, и говорил мне. Сейчас мы разберем, в чем разница. Что он говорил? Итмок двора лебеха. Пусть поддерживают мои слова твое сердце. Пусть, сейчас разберемся, это уникальное вообще. Вот сегодня мы узнаем такую вещь, которая просто может изменить жизнь тому, кто ее поймет, осознает и начнет применять. Юрене, и учил меня мой папа, и говорил мне. Итмок двора лебеха. Пусть поддерживает мои слова твое сердце. Шмор митсватай вэхье. Сохраняй мои заповеди и живи. И будешь жить. Смотрите, значит, глагол вайорене и обучал меня, объясняют мудрецы, Малбим объясняет, что есть, когда человек говорит другому, вот сидит папа сигарета, и сынок говорит, не кури, сынок. Не кури. Он ему говорит, не кури. Но чему он его учит? Курить. Почему? Потому что он своим примером, он показывает, что он сидит курит. Так вайорене это и обучал меня, обучал меня своим примером отец. То есть, говорит царь Самон, папа меня учил своим примером и говорил мне. То есть, он не только показывал, а бывает человек показать может, а сказать нет. То есть, он как бы, вот он хороший человек, но молчаливый такой. И он как бы, он такой хороший внутри, а сказать не может ничего. То есть, царь Давид, он его и обучал его действиям, и он ему говорил. Интересно, что в Талмуде написано, что сильнее, обучение или пример. Когда ты человеку объясняешь или показываешь. Написано в Талмуде, что... Что использование, когда ты можешь пощупать Тору, это больше, чем когда ты изучаешь Тору. То есть, личный пример мудрецов, когда ты видишь, находишься рядом со святыми людьми, с мудрецами, он дает намного больше в обучении, чем просто рассказы о них или слушание о них. И говорит царь Самон, и обучал меня папа, и говорил мне важные вещи. Что говорил ему папа? Итмох либеха. Итмох двора либеха. Пусть поддерживает мои слова твое сердце. Теперь, что дальше происходит? Сердце человека, это его мышление, внутреннее мышление. То есть, есть, зашли какие-то слова снаружи. Говорит ему папа, не кури. И сам не курит. Теперь он услышал. А у него сердце, чем наполнено сердце человека? Сердце человека наполнено желаниями, вожделениями, какими-то незавершенными воспоминаниями. И человек, он, его внутри, написано в Мишле, тоже дальше будет, много замыслов в сердце человека. Постоянно у человека крутятся мысли, 70 тысяч мыслей проходит сквозь сознание человека в день. Мысли в секунду, я считал. Значит, 70 тысяч мыслей. И большинство из них, они о том, что я хочу или что я не хочу. То есть, сердце человека управляется желаниями, а желания человека управляются его лимбической системой. То есть, это называется мозг млекопитающего, психология. И желания человека, они все крутятся вокруг, хочу кайфануть, не хочу пострадать. И у человека все время вот так вот внутри колбасит. Это хочу, но надо встать. Встать страдание, не хочу встать. Хочу пирожное, но пирожное нельзя, не хочу быть толстым. Значит, скоро Новый год. И вот так вот у человека внутри эта вся каша. Поэтому царь Давид говорит, смотри, сынок, я тебя учу только великим вещам, божественной мудрости. Я тебе показываю. Царь Давид, он все время был, каждую секунду он был с Торой. Его даже ангел смерти не мог забрать, потому что ангел смерти не мог до него добраться. Он все время был связан с Богом, учил Тору. И он умер, царь Давид, когда он споткнулся. Ангел смерти сделал красивая такая птица, запела в саду. И царь Давид вышел, и он на секунду отвлекся, посмотрел на эту птицу и умер. То есть ангел смерти его поймал. А так он был все время связан на таком глубочайшем уровне с Богом, что смерть не могла его забрать. Говорит ему царь Давид на своем примере, сынок говорит, пусть поддерживают мои слова твое сердце. То есть когда слова Торы, вот мы сейчас учим Мишли, да, притчи. Здесь есть все. То есть это операционная система, как думает мудрейший человек на земле, царь Соломон. И если взять 31 главу Мишли и все время ставить его себе в голову, и принимать все решения только исходя из того, что здесь написано. То есть вот любая ситуация, а ты в это время действуешь по тому, как здесь написано. То есть не ведет тебя внешний мир, не ведет тебя твое прошлое, а ведет тебя мышление царя Соломона, изложенное в Мишли. То есть мудрость Торы, которая прошла сквозь голову великого царя, который был самый мудрый из людей. И он это изложил. И представьте, что было бы, если бы, например, Таня Зуева, Таня Зуева бы запомнила бы все Мишли, дословно, дословно. И ее бы сердце, вместо того, чтобы прокручивать песни Машины Времени, например, если она вдруг там когда-то слышала Машину Времени, и у нее в голове звучит там перекресток семи дорог, вот и я. Это значит всплыла песня другая. Тут включается там группа Муми Тролль какой-нибудь, да. То есть у обычного человека, у него сердце, его подсознание, долговременная память заполнены мусором, вообще непонятно чем из прошлого. Теперь говорит царь Соломон, пусть твое сердце поддерживает, вернее царь Давид говорил царю Соломону, пусть твое сердце поддерживает вот эти слова Торы, все время держит их во внимании. Были мудрецы, которые, написано Тора не сходила с их уст, они постоянно повторяли слова Торы, есть устная Тора, и они постоянно наизусть повторяли, 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 и значит повторяли без остановки Тору. И, значит, это то, что говорил царь Давид царю Соломону. Чтобы поддерживать, пусть будет твое сердце, мои слова. Потому что, если человек в одно ухо влетело, в другое вылетело, то неважно, что он это слышал. Он это не помнит и это не влияет на его жизнь. Шмор мит сватай в их е. Сохраняй мои заповеди и живи, говорит царь Давид царю Соломону. Что значит сохраняй мои заповеди? Тора делится мировоззрением. Мировоззрение, это то, что мы сейчас изучаем, это мировоззрение. Значит, взгляд Торы на жизнь, зачем жить, как жить, как Бог управляет миром, как он создавал мир и так далее. Это все мировоззрение Торы. Мировоззрение Торы прекрасно, когда человек живет и наполнена его голова мировоззрением Торы, а не мировоззрением там Соловьева или какого-нибудь другого политического комментатора, который двигает с экрана свое мировоззрение. То есть, зачем нам нужен Соловьев, когда есть царь Соломон? Понятное дело. То есть, сравнение, ну, очевидно, что царь Соломон поприятнее. Теперь, ну, есть еще конкретно, Бог так сделал мир, что он говорит, парни, говорит, в мире человек все равно будет чем-то занят, постоянно чем-то занят. Так, давай, значит, работай, вот тебе заповеди. Встал, сделай заповедь, сделай заповедь, сделай заповедь, сделай заповедь. А потом, бах, тебе появляется что-то, что запрещено делать. Не делай, не делай, не делай. То есть, есть много действий, которые надо делать, повелевающие заповеди, которые не надо делать. И дальше, вот здесь, в четвертом отрывке написано, шмор, сохраняй заповеди эти и живи ими. Это как компьютерная игра. Вот никого не удивляет, что ты идешь в компьютерной игре, если вы когда-нибудь играли, и подходишь к какому-нибудь сундуку, бах по сундуку, и жизнью, наполнился жизнью. Почему в этот сундук спрятал автор компьютерной игры жизнь? Он так захотел. То есть ты, а вот в эту дверь ты зашел, он показывает, жизнь потеряна, мало у вас жизни. Теперь и ты бегаешь по этой компьютерной игре, и ищешь жизнь. Туда пошел, оп, жизнью наполнился. Сюда пошел, жизнью убавилось. И потом, если ты набрал много жизни, у тебя хватает сил перейти на следующий уровень. Так Бог так запрограммировал этот мир, что в этом мире так устроено, что когда сперматозоид попадает в яйцеклетку, появляется этот уже зародыш человека, и он потом делится, делится, делится. И также Бог сделал, что когда человек уже вышел большой, и он выполняет заповеди, и в этот момент он наполняется жизнью, и эта жизненная сила переносит его на следующий уровень, духовный уровень. И он, когда тело отмирает, то есть обычный человек как умирает? Ну все, типа, до свидания. И нету его. Все. Потому что у него нет вот этой вот духовной силы. Как умирает человек, который всю жизнь накапливал духовную силу, выполняя заповеди? Он говорит, ну все, значит. Вот есть такая книга специальная, Мавар Ябок. Это переход через реку Ябок. Это как Яаков, когда воевал с анделом Исава. Он перешел через эту реку. Это как он перешел в духовный мир. И там он воевал с анделом Исава. И вот эта духовная борьба Яакова, она была уже не в этом мире, не в материальном мире. Это было в мире духовном. Есть специальная книга, которую вот Рав Ицкак Зильберт Зацаль, он перед смертью прочитал эту книгу. Это как прощание с этим миром и переход в тот мир, Мавар Ябок. И он перешел в следующий мир спокойно, как называется, когда праведники умирают. Это как волос выходит из молока. То есть их душа выходит из тела совершенно абсолютно, как умирали в Торе. Мы можем почитать, как умирали Машер Абейну или Арон, его брать. Бог им говорит, все, пришло время идти к отцам. Они говорят, понятно, отлично, идем к отцам. Значит, присоединиться к народу своему, то есть к своим Кавраму, к Ицкаку. Поднялись на гору. Этот Машер Абейну говорит и Арону. Все, отдавай, значит, свою одежду первосвященника сыну. Тот отдал эту одежду ему. Ну все, до свидания, брат, до свидания. Все. И ушел туда. Вот так надо умирать. Вот это вот уровень, который достигается с помощью соблюдения заповедей, написано здесь, да? Шмор, митсватай, соблюдаемые заповеди, сохраняй их и ими живи. То есть через них ты переходишь вот в этот вот следующий уровень. То есть ты уже при этой жизни, ты, казалось бы, живешь в этой же реальности, но ты живешь в другой реальности. То есть ты уже видишь замазку этой вселенной, ты видишь реальность настоящую, духовную реальность. Хорошо. Пятый отрывок. Кне хохма, кне бина. Аль тишках ва аль тет мим рей пи. Дальше он говорит, приобретай хохму, приобретай эту божественную мудрость, да? Хохма это божественная мудрость. Именно кне это ее как приобретает, да? Чтобы она стала тиньян, чтобы она стала твоей. То есть есть вещи, когда человек, например, он говорит, это моя чашка. А почему это моя чашка? А я ее купил. Она моя. Все, она моя. Я в магазине деньги дал, чашку забрал. Эта чашка моя. Но насколько она, эта чашка моя? Она моя только потому, что я знаю, что она моя. И все. Вот и вся моя связь с этой чашкой. То есть знание о том, что эта чашка моя, делает эту чашку моей. А если я не знаю, если я забуду, что эта чашка моя, стоит чашка какая-то, то я говорю, что за чашка стоит, непонятно вообще, откуда чашка эта. Если я не помню, то моя связь с ней теряется. Нет, чашка не моя. Говорит царь Соломон Кнехахма, он говорит, приобрети мудрость, купи мудрость. Но если я мудрость приобрел, божественное знание, то где оно находится, это знание? Оно во мне. Это не чашка, которая во вне меня. Знание, оно во мне. Если мы понимаем, что есть душа, есть духовный мир, так знание со мной, оно навечно. Но теперь весь вопрос в том, что если я знаю об этом мире, о чашке, то мое знание в моей голове к чему меня привязывает? К этому миру, к этой чашке. Если я знаю о Боге, если я знаю о заповедях, то мое знание к чему меня привязывает? К Богу. То есть я приобрел знание, я через это знание соединился с тем, о чем я знаю. Но если я с чашкой соединюсь, то мне потом жалко будет из этого мира уходить. И когда человек накапливает приобретение этого мира, они его держат. Они его держат, как вот эти бабки-бомжи сидят на остановках, и у них вот таких вот пакетов, сумок, чемоданов. Иногда смотришь и думаешь, слушай, ну это ж тяжело ходить, ну что ты там носишь, зачем это тебе? И вот люди прирастают к этому миру, им жалко, они от него не могут оторваться. Просто они прямо держатся за эти все мелочи, за вещи, и прямо не могут от них оторваться. А если ты точно так же привязываешь себя знанием к духовности, то тогда ты, наоборот, поднимаешься из этого мира в мир духовный. Поэтому сказал нам царь Соломон Мудрежий из людей, который знал и как приобретать материальное, и как приобретать духовное. Он нам сказал, кне хахма, он говорит, приобретай хахму, божественную мудрость, и приобретай бина. Бина, бина это логика и сообразительность, то есть когда ты развиваешь свой логический аппарат, то есть как развивать логический аппарат. Например, японские ученые, они обнаружили, что когда человек считает, есть целая книга, как развить свое мышление, реально с доказательствами, что это развивает мышление невероятно. Самое лучшее средство развития мышления по методу японских ученых это устный счет. То есть вот такая книжка, прям можете зайти в любой магазин, есть в любом книжном магазине. Японская система развития мышления, устный счет. И ты сидишь и на время ты решаешь простые репетические примеры без использования калькулятора, ты в голове. Тук-тук-тук, решаешь, решаешь, считаешь, 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 считаешь. Там нужно, вот ты в начале книги замеряешь, за сколько времени ты можешь целую страницу решить. И так ты каждый день решаешь по странице этих примеров, и к концу книги ты уже в два раза быстрее можешь решать. То есть ты мышцы своего мозга, ты их накачал, грубо говоря. Это японская система. Теперь здесь говорил Нансам Саомон 3000 лет назад. Приобрети хохму, приобрети бину. Это приобретается, это тренировка, это как спортивная тренировка. Ты раскачиваешь свой мыслительный аппарат, ты быстро считаешь, ты видишь, делаешь выводы, сопоставляешь. То есть это работа. И что дальше он говорит? И он говорит, не забывай слова Торы, не забывай слова Торы и не сворачивай от слов моего рта. Значит, говорил, я так понимаю, что это его обучал царь Давид, а он уже передает это нам. Когда человек получает божественное знание, вот, например, мы уже учим там Мишли второй раз, ну и так далее. То есть мы учим четвертую главу. Кто помнит, что было написано в первой главе? Кто помнит, что было написано во второй главе? В третьей? Никто не помнит. Никто не помнит. Почему никто не помнит? Забыли. То есть он говорит, что слова Торы, они у человека теряются двумя путями. Первый путь это забывание. Но почему проходит забывание? Потому что не повторяешь, не повторяешь, не повторяешь, не думаешь на это. То есть ты просто забываешь. Тут есть тоже забывание. Нельзя сказать, что ну я просто забыл. А что ж ты не повторял? Что ж ты не думал на эту тему? То есть если ты думаешь, если ты повторяешь, если ты этим живешь, Как сказал нам в предыдущем отрывке, что нужно, чтобы поддерживало сердце слова Торы. То есть нужно осознанно принять решение, чтобы повторять, да? То есть первый вариант ты можешь забыть. Второй вариант, он говорит, не уклоняйся от слов уст моих. Уклониться это что? Это когда человек решает, ну Тора Торой, а я буду жить по заветам коммунистической партии. Тора Торой, а я буду жить по уставу болельщиков Тиевского Динамо. Тора Торой, а журнал Космополитен советует подготовиться к Новому году. Хорошо очень, елочку купить в этом году искусственную, потому что я за экологию я. И значит правила эколога Грета Гудберг, или как ее зовут эту тетку, она в головах большинства людей заняла более большое место, чем царь Соломон и Машер Абейну, к сожалению, включая евреев. То есть когда человек осознанно уклоняется от слов Торы, он не хочет их изучать, это одно. Второе, когда он забывает, это другое. И то, и то плохо. Понятное дело, что забыть чуть лучше, чем осознанно уклониться. Но по итогу одно и то же. Что так ты не живешь по Торе, что так ты не живешь по Торе. Поэтому давайте подведем итог. Говорил царь Давид и показывал своим примером, что единственная возможность присоединиться с Торой, это постоянно думать, повторять. Человек не может не думать. Так о чем ты будешь думать, решаешь ты. Чем ты заполняешь свою голову, решаешь ты. Или же решат за тебя маркетологи и СМИС, которые тебе будут качать всякая потоковая информация в твою голову, которая мусор, чистый мусор. Теперь, значит, это раз. То есть нужно самому, приняв решение, заполнять свою голову словами Торы. Дальше. Когда ты заполняешь свою голову словами Торы, среди слов Торы ты выбираешь заповеди, которые надо делать, за которые Бог установил награду. И с помощью этих заповедей ты присоединяешься к жизни. То есть ты настоящая к духовной жизни, к Богу, к вечной жизни. Ты присоединяешься только выполняя заповеди. И третье. Не забывай Тору и не уклоняйся осознанно от нее. Это то, что мы сегодня выучили и поняли. Поэтому, пожалуйста, напишите свои выводы. Мы к каждому уроку добавляем буквально через минут 15. Влад Косов добавляет краткое содержание этого урока с переводом. Если вам хочется чуть-чуть еще ближе придвинуться к Богу, выучите 22 еврейские буквы и повторяйте, пожалуйста, то, что написано на иврите. Заучите хоть один отрывок, вот какой-то отрывок вас зацепит, и вы вот целый день повторяйте, повторяйте как аффирмация, как самовнушение, как аутотренинг, повторяйте какой-то отрывок. Там, на всех своих путях познавай Его, Бога, и Он выпрямит твои дороги. Или там очень классно. Положись на Бога всем своим сердцем и на свою сообразительность не полагайся. Это открывает невероятные возможности. Большинство людей начинает считать, смогу, не смогу, смогу, не смогу. А я, например, вообще не считаю. Положись на Бога всем своим сердцем и не полагайся на свою сообразительность. И пошел, то есть Бог тебя или проведет, или Бог тебя остановит. Так Он бы тебя остановил в любом случае, хоть считай, хоть не считай. То есть если оно должно произойти, оно произойдет. Не должно произойти, не произойдет. Все. Бог тебя любит, любит. Значит, Он о тебе заботится, заботится. Все, положись на Бога и будь счастлив. Понятно? То есть выберите для себя вот эти установки из притчей и вставьте себе в голову, и жизнь будет прекрасной. Все, удачи, успехов. Встречаемся в раю. Все, пока.